Отец, Иисус Христа, исполняй сокровища благих и жизнеподателем. Приди в силы земли и очисти мне от всяких сверлений, и спасти блажей души нашей. Отец, Иисус Христа, исполняй сокровища благих и жизнеподателем. С 11 до 19 стих. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благорестовал, не есть человеческое. А Евангелие с большой буквы написано. Хочет показать им, что он истинно отступил от закона и для этого напоминает о прежней своей жизни и о резкой перемене, показывая, что он не перешел бы вдруг от Иудейства, если бы не имел некоего божественного удовлетворения. Поэтому и говорит, что Евангелие, которое я благорестовал, не есть человеческое. То есть не человека я имел учителем, а был учеником самого Христа. Он здесь о Евангелии говорит, все четыре Евангелие, написавшие нам, оставившие нам Духом Святым свои воспоминания, это вот и есть Евангелие. То есть не одно какое-то Евангелие, а именно все четыре. И почему он здесь говорит, что он от прежней своей жизни отказался, отступил от закона. Как от закона отступил? Это же от закона Божьего отступил. Почему? Потому что ветхозаветное, почему называется ветхозаветное, а не старое и древнее. Потому что ветхое написано, близко к уничтожению, но не уничтожено. Почему? А десять заповедей Божьих, они уничтожены что ли? Да нет, конечно. На десяти заповедях все держится, но они, как бы сказать, у нас сейчас подкорректированы Господом, подправлены эти заповеди к нам, применительно к вере в Иисуса Христа. Потому что сменился целеуказатель. Целеуказатель. Раньше был Бог, и до Него нельзя было добраться. Кто увидит Бога, погибнет там и так далее, помните? И Господь Моисей говорит, а как же, Господи, я тебя увижу? Он говорит, ты встанешь в расселении, и я сзади тебя пройду. И ты, говорит, увидишь только сзади меня. И все. И так и было. А что такое сзади Господа увидеть? Как понять, увидеть Господа сзади? Да это, конечно, говорится духовное понятие. Понятие духовное. Но люди тогда, они не понимали духовного вера была у Авраама, который попытался ее передать, но она передалась не в полноте. Помните, как поступили с Иосифом братья его? А Яков был верующий. Ну, как он говорил вначале, Бог моего дедушки Авраама и отца Исаака. Вот так он говорил. А потом только сказал, мой Бог. Уже когда был старый, и уже Господь столько с ним милости сделал. И он говорит, Бог мой. И вот эту веру он только одному Иосифу, сыну, передал. Но Иосиф прекрасный, он показал, какой он верующий. И его вера явилась примером для братьев. И все остальные братья через его веру, и то в конце, помните, когда отец умер, они пришли к нему и говорят, отец умирал. Видать, его не было в этот момент, все-таки он египтом занимался. Управительным был египетских земель. И говорят, он сказал, чтобы ты нас простил. И он заплакал, говорит, братья, я вам ничего не сделаю. Потому что я Бога боюсь. Запомните, вот вера это боязнь Бога. И поэтому здесь говорится о том, что как отступил от закона? Да, конечно, с поправкой на Иисуса Христа. Что теперь Господь все положил, Бог Отец, под ноги Иисуса Христа. И теперь Он всех ведет ко Христу. Бог ведет ко Христу. Он к себе может привести только через Господа Иисуса Христа. И по-другому никак. Его пытаются это объяснить галатам. Хотя галаты изящники. Ибо и я принял Его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Толкование. Так как клеветники говорили, что Он не был, как прочие апостолы, непосредственным слушателем Христа, а все принял от людей, то Он говорит, что открыл Мне Евангелие Сам Тот, Который научил и Петра, и других. Это все мы читаем в 9 главе Деяния Святых Апостолов. Когда гнал Он Церковь Божия, христиан, влачил их и пошел в Дамаск, получив письмо от первосвященника, чтобы там христиан заключить грузы и привезти их обратно в Иерусалим. Там будут их допрашивать, чтобы всех-всех выявить. Вот смысл какой. И в этот момент Господь явился Ему и говорит, что Он упал с лошади. Трудно Тебе идти против вражна. А как значит трудно? То Он не убьет его, Господь. То, что Он ослеп, это еще Он же не в смерть. Он Его не убил, Он бы так и слепым остался, если бы не уверовал. Господь говорит, трудно, мне невозможно, а трудно идти против вражна. Ты можешь идти против Бога? То есть, если бы ты был холоден или горяч, ну так как ты тепл, говорится о том, что если бы ты был против Господа или за Господа, тут понятно все. Господь противящихся, Он начинает приводить. Он их не убивает сразу, Он их приводит постепенно. Вот видите, воины не сразу же всех убивают, а постепенно Господь показывает сначала тяжелое положение. Потом люди сами идут, вот как вот наш брат Валерий, с чего я там брендию взял, пошел на войну. Но он же знает, что это война, он все прекрасно понимает. Ну это вот так вот сатана действует, на одних похотями, на других гордыню. гордыню, на эту вот гордость. Я не трус, это же так легко пойму человека. Над кого-то красотой, над кого-то там какими-то гортанобесиями и так далее. Ну здесь, ему надо поймать. И вот он ловит так людей, постепенно все вращается в то, что люди отступают от Христа. Отступив от Христа, ты не придешь никогда в голову. Тринадцатый стих. Вы слышали о моем прежнем образе жизни, о его действии, что я жестоко гнал Церковь Божий и опустошал ее, толковать их блаженную феофилатуру? Откуда видно, что через божественное откровение получил я его из прежней моей жизни? Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг измениться, если бы не извлекло меня некое божественное явление, о том говорили. А что я был ревностным гонителем, видно из того, что слышали об этом. И вы, галаты, столь далеко живущие от Иудеи, ну приблизительно тысячу километров они жили. Не сказал, ну это мало я, не сказал гнал, а жестоко гнал. И не только это, но даже опустошал, то есть пытался разрушить, до основания истребить. ведь я, ведь в этом состоит дело опустошителя. Да, кстати, галаты, это целый район, малая, это не один город, ну допустим, сколько там, ну, не Алтайский край, конечно, ну много, несколько районов, Алтайского края, такая территория. жестоко гнал. Ну, об этом поговорили. Дальше, 14. И преуспевал в иудействии более многих сверстников, вроде моем будущем, неумеренным ревнителем отечественных моих преданий. Всех, говорит он, сверстников, я превзошел, втолкователь, горячностью, и в войне против церкви шел впереди. По-другому, как еще, был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом тщеславия или гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против церкви, не по человеческим, каким-либо расчетам, но из ревности по Боге, хоть и заблуждался, то, как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истинно, и чему научает меня Христос. Истину он как узнал? Конечно, через Слово Божие, Ветхий Завет, он его проходил с Гамалиевом, а Евангелие не знал. Но Евангелие, когда оно перед ним открылось, оно подтвердило правильность Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете все Евангелие есть. Все, что говорил Господь, все там есть. И о том, что любить врагов там есть, и не прелюбодействуй. То есть, он про похоть говорит, как посмотрел на женщину, ты уже прелюбодействуй, об этом и в Ветхом Завете есть. Там прям расписано все. До такой степени даже повторять неохота, нехотно, сами почитайте, какие законы. Ну, да так, ладно, скажу, не спать с матерью своей. Что? Нормально? Ну и так далее. Понятно? Это ли не о прелюбодействии говорится о том, что наказание какое-то? В 15 стихе. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил? Ну и все, пока. Следующая будет 16 стихе. Толкователь. Если от чрева матери он предназначен был благовестием, это подчеркнуто большими буквами, черными выделено, Игнатий Петмич хочет нас, чтобы мы приблизились к понятию, о чем говорится в Евангелии, и избран Богом, то, конечно, по некому божественному распоряжению оставался некоторое время в его действии, без сомнения, для того, чтобы эта столь резкая перемена в нем привлекла многих к вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по жребию, а по предведению, что он достоин. Ну, это, конечно, тоже важно под предведением, что он достоин. Кто из нас достоин, мы узнаем при последней трубе, ну, или когда будет на ложе в смерть там, мы тогда узнаем, достойны мы или нет. А так до конца нужно нам трудиться, пребывать в своем Божьем. Хотя Бог призвал его за добродетель, ибо сказано, он есть мой избранный сосуд, Деяния 9, глава 15, это про апостола Павла, сказано было, Анания, а Анания был епископ, то есть, миститель церкви в Дамаске. Но он скромно говорит, что призван благодатью, не по достоинству, а по милости. Не сказал открыть мне, но во мне, показывая тем, что получил наставление не словесное только, но и в сердце его исполнилось многого духа, так как знание это запечатлелось во внутреннем человеке, и Христос в нем говорит. Ну, это самое сложное, что мы в себе не можем осознать, как наше сердце отвечает Господа. Ну, там через ссори что-то идет, и это мистическая связь наша с Господом, сердечная с Господом связь. Как она происходит? Ну, это от Господа, зависит от нашего очень сильного, крепкого желания и поступков добродетелей по закону Моги. 16 стих открыть во мне сына своего, чтобы я благорестовал его язычником. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Итак, Бог открыл мне сына не с тем только, чтобы я познал его, то есть Иисуса Христа, но и для того, чтобы проповедовать его другим, потому что не только то, что он уверовал, но и то, что он был избран для проповеди, было от Бога. Как же после этого вы говорите, что люди меня учили? Ну, то есть хотят преследить его, что мол, тебя люди научили, ты сам-то ничего не знаешь, не видел Христа. Не умеет, как это могло быть, если Господь меня поставил покинуть закон, который до этого был Божий, и начать проповедовать о нем, о Христе, которого все гонят, и я им знал. То есть это нелогично вообще никак, пока что где он? Да нет, и не просто, чтобы я благорестовал его, но язычником, еще добавок всего. Почему сложно от язычника? иудеи как-то принимали что-то, они там многие были облагодетельственны Господом Иисусом Христом, больных исцелял он, много чудес делал, и люди через чудеса веровали и поэтому отказаться от Христа просто так вы, иудеи, они не могли. И поэтому, конечно, у них можно было проповедовать, рассказывать о Христе, ну, как-то легче. А язычники, они вообще Христа не знали? И где явился вот этот толчок к тому, чтобы пойти язычников проповедовать? 12-я глава, ну, там приблизительно 40-й стих и 39-й начало. Когда к Филиппу подошли язычники, они были в Иерусалиме, и они услышали слова Господа, это уже была неделя страстная, как мы называем, на этой неделе все произошло. Вот за несколько дней перед распятением Христа они подошли к Филиппу и говорят, мы хотим увидеть Христа Господа. То есть язычники хотели покаяться и приняли бы веру во Христа, и Господь не пошел на это, а он сказал, свершилось, пришел час Сына Человеческого. Вот тогда он это сказал, даже не на Христе. То есть это то, что язычники пришли ко Христу, но он не должен был привезти, должны были привезти ученики Христовы. Вот так. Почему? Ну, потому что Господь, Он сам закон. Вот так вот. И если не уверовали в Него, Он просто должен их казнить, язычников, а как Он благости в своей милости их приведет к себе. А вот ученики могут передать им закон, язычники уверовали, и массово до сих пор приходят ко Христу. Что мы с вами не видим, не так давно было крещение 15-летнего. Так как же бы я мог язычникам проповедовать обрезание? Не пошел на совещание к апостолу, моих он называет плоти и кровь, ну, плоти и кровь, но в чем плоти и кровь? В том, что они следуют закону. Здесь нужно было сердцем рассказывать язычникам, обрезание не нужно, это лишнее, это вот отступление от закона, а как же храм, и Господь и храм убрал, и храм оказался лишним, представляете? и он лишний до сегодняшнего момента, и только иудеи своей волей вот этой вот непреклонной гордыней поставят этот храм последний, но там восядет сатана, не для Бога оказывается, Господу не нужно так, он в самом начале говорил, зачем ты мне строишь дом, Давид, зачем ты мне хочешь построить дом, Давид, Господи, дай я построю дом тебе, он говорит, зачем ты мне построишь его, все, что на горах, на холмах, все мое, зачем вы кровь проливаете, бедных этих птиц ловите, головки отворачиваете, чтобы жертву поместить, зачем, это и так все мое, вы лучше сделайте дела милосердия и рассказывайте, рабов отпустите на свободу, голодных накормите, ноги наденьте, проповедуйте лето Господне благоприятное, а как, когда мы не понимаем, что такое кровь, ну вот Игнатимович постоянно подчеркивает, предназначен был к благовестию, благовестие это проповедь о Христе, то есть рассказать историю жизни как можно. 17 стих, я не пошел в Иерусалим к предшествовавшим меня апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск, в Аравию, кто не знает, где это Аравия, она ниже, чем Палестина, на юге, а большой Аравийский по острову, там родится в Меке, потом пророк мусульман, как они называют его, вот так, понимаете, все не просто так, в Аравию он пошел, значит, там люди отзывчивые были, раз мы два пошел в благовестие, там язычники были, арабы, они, может быть, как-то даже некоторые были связаны с Абраамом, ну когда-то там, то есть семиты тоже, а были язычники чистые племена язычников, которые не связаны с семитиками. Таким образом мог сказать это, каким образом мог сказать это от просто вопроса, неужели он настолько возгордился, что считает себя самодавлеющим и не имеющим нужды в советниках, и разве он не слышал безречения, не будет мудрецом в глазах твоих в притче в третьем Соломоне в третьем глазах и еще, и горе тем, который мудрец в своих глазах и салит это глаза в твоих речках. Нисколько, ответит, нисколько, то есть он не гордый. Но так как клеветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его, и что те были апостолами прежде его, то есть они настоящие апостолы, то он принужден был сказать это, чтобы унять оборстителей. И поэтому говорят, что апостол Павел, он в 13-й как был апостол, 12-й, но потом по-другому сделали. Два первого века апостола, Петок и Павел, сделали вот так. Поэтому он не 13-я, тоже первого века. Да и неразумно было бы наученному Богом потом вынимать людям. И так, не по превозношению говорит он это, а чтобы показать достоинство своих проповедей. Ну и помните, как пелена спала с его глаз, чешуя это так, чешуя это отпали. То есть у него была слепота, и только после крещения все это отпало, то есть показав этим веру. И потом, помните, наш князь Владимир русский сначала слеп, когда херсонец сделал, а потом крестился, истинно православного священника, тоже слепота отступила от него. И глядите, мы до сих пор в этом чуде пребываем. Ну как бы там ни говорили, что он там делал, но однако это было, и мы даже больше нигде этого не встречаем. Именно на Руси это чудо исполнилось. Может, поэтому мы так сейчас и страдаем. И никто так больше не гнал никого, как евреев все гнали. И сейчас русских как бы весь мир восстал против русских. С чего? Есть какие-то должны быть связи с евреями? Они есть. Евреи были верующие, были принадлежащие Богу, но не верующие. И русские, принадлежащие через Христа Богу, и в огромной масти не верующие. Но себя позиционирующие, то есть считающие себя, что они верующие. Вы считаете себя? Господь говорит, хорошо, так как ты в холоде, я буду с тобой до конца договориться. Ну, хорошо, что хоть не теплый, а если теплый, то равнодушие было бы. А, давайте мусульманами станем православными. Нет, мы православные, но не исполняющие заповеди Христа. Ну, тогда, значит, Господь говорит, будем с вами продолжать идти к вере. А это очень сложно. Вот через такие мы идем перипетии. Итак, не по превозношению, говорит он, а чтобы показать достоинство своей проповеди. Правда, он приходил и в Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы убедить других, что и живущие в Иерусалиме думают так же. Потом не тот час пришел, то есть в начале, а после, да и то для убеждения других. Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы он оставался между апостолами, то, как его встретило бы препятствие и не так быстро распространялось бы, тоже подчеркнуто выделено и на технике. Поэтому он пошел к самым диким народам, ну, товаровед, но обратив внимание на смирение, перечисляя города, он нигде не сказал, сколько обратил, хотя в Дамаске он в таком, такое смятение привел иудеев, что подвигался по следованию со стороны Этнарха, Этнарха, то есть его руководитель. Итак, если кажется, что он говорит много о себе, то говорит не ради Числавина, для того, чтобы не потерпело ущельба его проповеди, если ему не станут верить как человеку простому и ученику учеников. 18 стих. Потом, спустя три года ходил в Иерусалим, видится с Петром и пробыл у него дней 15. Толкование. И это доказательство смирения. Столько совершивший, он отправился к Петру, апостолу, не из-за пользы какой-нибудь, а ради простого свидания, оказывая ему честь, как высшему. Посему не сказал видеть Петра, а видится, как выражаются изучающие великие и прекрасные города, подобно тому, как и мы отправляемся к святым мужам, но мы скорее для пользы, а он ради одной чести. Свидание. Это выражение чести, а пребывание выражение дружбы и горячей любви. И не сказал, что учился, но пробовал у него вместе с ним пробовал у него. Вместо с ним. И последнее. Другого же из апостола я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. Это тот самый Яков, которого потом убьют, сбросят с храма Иерусалюбского, туда его заманят, чтобы он сказал слово о Христе, кто такой Христос, и закон исполняет как относится к нему, а его подтолкнули. Потому что он бы убедил народ. Знали, что проповедь его сильная была. И сбросили. И там один ткач ударил его от ткацкого станка рычагом каким-то и убил. А помните это пятая глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что братья не веровали в него. Это знаете, когда было? Приблизительно в 42-м году. 42-й или 44-й года. То есть через 10 где-то лет приблизительно после того, как Христов сказал. Хотя пришел он ради Петра, так как его почитал и любил, но видел и Якова, и о нем он также упоминает с почтением, называя его братом Господнем. Так далек он был от зависти. А где остальные были ученики? Проповедовали. апостол Фома был в Индии. Представляете? В Индии был. Проснись. Апостол Фома был в Индии. А знаешь, почему ты такая пелла? Потому что тебе все равно, где был апостол Фома и откуда он туда попал в Индию и как. А он на корабле с кубцами туда попал. Вот так. Куда очень сложно добраться в то время было до Индии. Это даже не по прямой там как-то. Не на самолете живет. И в Кентамгоре. Он по морю попал с кубцами. Там написано просто в житях святых. Но он находился очень много. Потому что дойти, чтобы до Красного моря надо очень много пересечь. И горы тоже в том числе. И пустыни. Вот так вот. И действительно, если бы он хотел отличить, то назвал бы его сыном Тлиопой. Кстати, называется Малабарский берег. Сейчас. Малабарский район. Там где-то несколько миллионов христиан. И они ведут настоящие боевые действия с индусами. Индусы считают их своими врагами. И там прям сотни убитых. Вот недавно я новости смотрел. Вот так вот. Поэтому наши братья-христиане, которые веруют во Христа, живут в этой Индии. А то они апостолов Фомун чтят своим первым епископом. Патриархом. Да. Ну, то есть, понимаете, да, как им тяжело там людям. А мы тут просто как бы окукаемся в славе, которая нам не принадлежит. Поэтому мы должны быть достойны славы Христовой. Ведь по плоти он не был братом Господним, а только считался. Как же он приходил, приходится сыном Клеопу слушать так. Клеопа и Иосиф были братья. Иосиф нареченным муж Христы Богородицы, как бы отец Христа. Когда Клеопа умер бездетным, брата Иосифа, Иосиф восстановил ему семя и родил его и других его братьев родил его, от Иосифа. Но Яков принадлежал Клеопе, брату Иосифа, потому что он в браке был бездетен и умер бездетным. И надо было восстановить семя братьев. Ну так, чтобы не потерял себя. И Марию родил, которую, хотя она была дочерью Клеопы, Евангелие называет сестрой Матери Господа. Так как Иосиф по отношению к Христовой Деве сохранил скорее заботливость отца, чем расположение мужа. Вот так немножко как бы запутанно и поэтому, конечно, неохота в этом разбираться, допустим, протестантам. А, ладно, пускай будут братья, то есть Крестая Богородица родила еще четверых, получается. Ну, то есть совершенно безумие, конечно, оно никак не соответствует. А у нас все это есть, история, у нас жития святых есть. Кто не верит, что было монголо-татарское игорь с этого кстати началось обиды у украинцев на русских, что обманывали их не было никакого иго и так далее. Ну, кто почитайте жития святых, жития святых, они идут тех незапамятных времен на как как бы сейчас сказали на это как предлагается там постоянно, то есть каждый год эти жития святых, оно будет десятилетие и так далее, оно прикладывалось, прикладывалось, потом рос, рос, до такой степени жития святых, что использовались эбдихи, это римские списки, протоколы, допросов христиан, когда имнали прям на папирусах, на коже, ну там на чем писали тогда еще, и можно прям это в музеях видеть, ну так вот, спасибо Слава Христиану, ну а болящих кто, какая информация есть, все, кто сегодня поменует, Валентина я писала благодарит, она больше, почти два месяца лечилась и написала, что выздоровела, Валентина Барышникова, да, у нее там что-то на коже, она очень переживала, ездила в диспансер, ей сказали, это аллергическая, не заразная, она боялась крам приходить, но кое-как у нее были там, то легче, то хуже, то легче, но все прошло, дошло, 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 она была, дошло, 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 те выходные она была, но не говорила, да, Сергей Путков вчера был, резко заболел, что-то прямо хрипит, она не отвечает на телефон, всего скорее, она уехала, в рассказе, Путки сцелы, а, к сцелу? да, всего скорее, примерно, а к чему срезу, ну как все, ну не сказал, просто сказал, что мне Путки, ну и мы не Господи, горячим, что там хрипит, ну и жилу, жилу болит, помолитесь о Николае, фольгой, у него все еще тянется, это, с давления, нет, тянется с этим, с тем, медико-санитарной, этой экспертизой, тяжба, а что там такое? ну он полтора года уже не получает никакого пособия, на надежду, на надежду, на надежду, там потеряли документы в поликлинике, он обратился в Министерство здравоохранения, Алтайского края, там просто накрутили в поликлинике, ну вот теперь вроде заширили, наконец все это, за полтора года уже дом был получать, там расход-то не маленький, по указу, как у меня с коленки, там на одни эти панкерсы, сколько-то говорит, где там, ну, здесь, панкерсы, там у него, там давление, хотя вот после выписки из кационара, получше, получше стало, определи препараты, которые должны помочь, они царапаются, они там бегают, по этой клетке, не хотят, а Ваня, он говорит, у него, ну, как бы, все так же продолжается, осталось ему полгода, все это, он говорит, все, он все исполняет, ну, не кабинется нигде, и все, когда надо что-то делать, он идет делать, ну, короче говоря, и поэтому получается у него много, очень благорестово это рассказывает о Вере, все тяжело, потому что и ночные смены у него, так что, ну, армия, настоящая. Слава Богу, кто у нас еще, наслажды не более зрения, а Валерия ничего неизвестна, неизвестна, я звонил, Лене, она один раз не ответила, сказала, что он время-то время звонит, а тут, что-то она даже тоже не ответила, не ответила. Она мне писала, что вот, как тогда, давным-давно, с телефона командира он звонил, и уже вот, сколько-то месяцев, нет информации. Не, ну, не так давно, чтобы месяц, например, месяц, не было информации. Так, еще кто остался, не повезенее, этого не исполняет. Ну, еще раз всех благодарю, и братья-сестры, интернет-сообщества, Тома-Ленца, Настаси, и наши путешествия, наше путешествие совершилось по плану, что мы запланировали, программа наша выполнена, потому что я закупил какие-то документы, разные билеты на поездку и на экскурсии в Санкт-Петербурге, в Москве, они были совершены. Москва, буквально кусочек мы захватили, были на Красной площади, мы совершили бой курантов, зарядья зашли, где была гостиница раньше Россия, которую за ненадобностью и нерентабельностью снесли, взрывать нельзя было, но разбирали очень долго до фундамента, то, что под землей и фундаментом там остались помещения, которые используются для туристов. Ну, а на этом месте там экопарк, такой замечательный экопарк, экологический парк, где различные распления со всего мира там, где они в закрытом и открытом грунте, ну, очень интересно все. Ну, и кроме того, там, вистачий мост, так называемый, парящий, парящий, да, над Ноской рекой, прямо до половины реки, посредние реки. Стеклянные? Ну, а стеклянные, конечно, ограждение такое, стеклянные, Интересно, это последняя опора на земле, здесь на берегу, и там дальше проходишь, как-то, больше впечатляет, когда после этого порядка моста проходишь в кинотеатр, где показывают фильм, там два фильма, либо подъем над Ноской, либо над Россией, надо было подъем на Россией. Садишься, конечно, как в самолете, пристегиваешься, потом этот пол отстегивается, буквально, ты висишь, и все это начинает, облака, ты в воздухе летишь, там, ощущение такое, 4D. Внучка-то не испугалась? Там, нет, да что ты не испугаешься? Я говорю, ты не высложишь голову, где страшнее, вот ехали на Сапсане, на этом, из Санкт-Петербурга, в Москву, и они не столько печили, да и меня тоже не очень печили, я больше ожидал, что там Сапсан, Сапсан, скорость 300-350 км, вообще не замечается из окна, и я тянет в табуре, между этими вагонами, где там болтыхается, все-таки ходит, вот туда она вервется, потом после этого мы еще побывали в ночные экскурсии по зарядью в Москве, на Красной площади, там на брусчатке лежало, сфотографировались, о, храм Василия Блаженного, потом мы поехали в московский зоопарк, ну скажу вам, это человейник, ну, раненый не человейник, там больше людей, чем зверей, потому что, ну водоплавающие там еще видно, да, вот они там, вот Блаженский открыт, так все это видно хорошо, а в этом, два слона были, вот, но они такие, как-то не очень коженые, ну, единственное, такое интересное, они там, что-то не поделили, я еду, один другого, так можно, и цеданол, не хорошенько. Панды-то видели? Панды? Нет, они все заражены, они все спрячутся, да, и белый медведь там прошел, там подскользнул, куда мы его, он только залез, тройка, мы вот дальше больше не видели. В общем, мало впечатлений от московского зоопарка. Наш лучше. Да. нечего животного тоже. Вот, ну, а в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, да, у нас была первый день большая экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсии ей мало интересны, ну, вот, рассказывает про все эти строения, кто какие разводил, архитекторы, там, все это, история, для нее это еще мало, понимается. А на второй день, на метеоре, от дворцовой площади, приехали от дворцовой площади, глупил такой, дождь, шатрел, а мы проникли до них, изначально все, в ботинках, там, хлюпало все, но, тем не менее, мы дождались экскурсии, экскурсовод с нами, с бонтиками, там, и шатрел, поехали мы через Кыльский залив, на Рокпейке, ей было очень интересно, на палубе, там, когда с такой скоростью учиться, ну, там, не знаю, чуть не сносит, или с этой. Ну, вы хоть ее приняли, что ли, хоть закалом, малились-то посмотреть, в Таисию-то вообще, или не отпустят? А сколько ей лет? В какой-то разочек другое время. Восемь лет. На батюшке не служили. Вот, ну, а там мы доехали до Нижнего Парка, потом в Верхний, в Большой Дворец, где императоры, там, в Верхней Резиденции, в Петербурге, в Петергофе, да, впервые. Вот, спускались. Золотой Самсон, да? Ну, там все водопады, это, конечно, Росток, особенно водопады, как там называется, Фонтаны. Фонтаны, да. Там и водопадник есть. Да, были водопады, фонтаны, фонтаны, которые еще тихо называются. Включаются. Наступаешь? Наступаешь, где-нибудь, на какой-нибудь там, нужно идти. Ну, это, конечно, несколько раз им надо было наступить, ну, чтобы ее там облило. Дополнительно к тому, что уже мокрое. Дедушка строжится и строжится или нет? Или дедушка был добрый? так и было. Пришлось и строжиться. Дедушка сам помолодел, сам наступил пару раз. Спускались мы в подвалы, где там все эти водопроводы, как они осуществляются, эти фонтаны. Вот, вы не поймали. С детьми молодеем, да, немного? Конечно. Неплохо это. Пока догонишь. Мы были 9 дней на Царицыном озере, это Титлин. Истинно, в Титлинне тоже была экскурсия. Мы 9 дней были на Царицыном озере. А потом еще один день у нас была подъездка в Великый Новгород. Для меня это было очень интересно. Я в Великой Могородской все это. Крил эту экскурсию. Там храмы, конечно, там всего, в Ветерско-Вяде. Вот. Ну, были такие, в самом Титлинне, что примечательнее, этот город, не знаю, меня, кроме всего, был тем, что там есть друзей русского Корсакова, который считается композитор-сказочник, как его именуют, один из могучей кучки. Ну, так, и тоже было интересно. Там во время этой эскурсии послушали Шмеля, его знаменитые. и канарейки, там птицы, у них там всегда были в доме. Это, конечно, не оторвать было от этих птичек. и там рядом с этим музеем Винского Корсакова, так называемая, полковая церковь. Она не большая церковь, но она не действующая. Там проходят концерты. где там еще слышали. На Никольскую похоже, да? Нет, меньше даже. Меньше? Ну, такая квадратная, ну, первоугольная, да? Где икона Божья Матери Тихинская приземлилась, и на этом месте вот эта упаковая церковь, а потом она перенеслась на другую, на противоположный берег, и там показалось новостырь. Вот она там прибывает, эта икона. Ну, значит, что во время санкута, ну, общение на языке эспиранто, девушки там были, но они не, они только начинали изучать, так что у нас там в прогрессирующей группе было. Мы дома еще прочитали эту книгу для этого принца, «Десанте Геоперин», «Маленький принц». Она отрывок из этой книжки читала, получила приз. Ну, что, она была довольна, ему тоже сердце. Вот, из книг, которые там я купил, там много было, и Иосиф Бродский, и другие поэты, Пушкина, переведенные на эсперанто. И вот, иди-ми, такая книжка. «Вахану на Орбуша», «Ган Златовесты». Диа Литургия, Божественная Литургия, на эсперанто. Пускай, эти факторы, перевел это. А где эсперанто используется массово? Диа Литургия, я скажу, самое массовое, это когда универсальные конгрессы эсперанто, когда съезжаются до пяти тысяч человек от Японии до Аргентины, Чили, из-за всех стран мира. Вот я был на конгрессе, это было давно уже, в армии, где тоже такое большое количество, там не меньше пяти тысяч человек было, там большие общие заседания, там и театральные сцены, и литургии там проходили, тоже на эсперанто, в этих помещениях. Ну, очень интересно, потому что общение такое, вот ты чаще с японцем говоришь, как будто вот мы с вами разговариваем. Легко его освоить, да, это? Легко изучить тему? Ну, Льву Толстому было полтора, достаточно полтора часа, чтобы освоить. А он на какой язык больше похож? Похож, он по звучанию на итальянский. Ну, я вам скажу, когда я за полгода изучал, занимался, вернее, там изучать-то особенно нечего. Очень простая грамматика, фонетика, без каких-то исключений особенных. похож на испанский. Вот после полугода изучения был акцин, как сейчас помню, Королева Шантеклера. Такой красочный акцин был, и песни там были на испанском. Они к ним были понятны, потому что, ну, они были на испанском. Из испанта. Что-то, это вот, ла начало, это как-то французский. Да, это как артикль. Ну, это французский. Да, да, да. Вот, на французский, то есть, на, на, взято, самое, функциональное, самые рациональное, из фонетики, и романтики, языков. Да, искусственные. Из разных, да, языков взято? Да, ну, не то, что из разных взятого, там, основа-то, там, потому что, языки романской группы, они на основе своей латыни, конечно, поэтому основа такая, единая, объединяет их, и они очень похожи на русского. Это испанский, английский, французский, немецкий, они все обценивают. Тоже для русского? Ну, русский, конечно, да, русский самый, один из самых... Тут латиница. Где? Латиница, да? Нет, это шрифт, это, тоже, да? Алфавит, алфавит эсперанто, тут, не какая-то... не совсем латиница, да? Нет, она латиница, только согласные звуки и гласные некоторые там, такое чертой, как на... у нас И, краткая, так в этом языке, и, если там С, у нас такая чашечка, она сверху, как-то, это Э-Ш, не С, а Ш, там, Буква Ш, Г, и С, Г, Г, Буква Ш, есть. Да, все, понятно. Ч, это вот, С, ну, С. Вот у нас в славянском, посмотрите, сколько там этих верхних, верхних этих штучек, непонятных. Контитули. Вы внучку учили, да? Конечно. Да, с рождения, поэтому они уже, оба не знают. Они с вами жили? Жили с нами, да, с поляной днем. Слава Богу. Слава Богу. Хотел тут добавить. Да, достроили, да, вот то, что тогда молились. Да, но они уже там еще, еще куча там ремонта не заделывали, но уже там. Ну, что отделились. Так что благодарю вас всех, дорогие мои, за молитвами, все благополучно. Там еще в Москве встретились с родственниками, которые переехали из Казахстана, теперь они живут там, в Москве, на окраине города, лес там рядом, взять ходить там на лыжах, на степени катаются. Ну, естественно, проповедовал я, благовествовал. Среди всех, кто слышал мое благовестие, был один только благодарный слушатель, Антон Руднев, он эспирантист, но он, они с женой, с семьей уходят на службы, нащищаются, и мы вместе с ним молились, утренние вечерние правила совершались, стать своей с ним. Вот. И во время приема пищи, перед пищей, мы молились, и по благодарению, после матринина, мы получали то, да, просто потом привыкли. Вот. С митингом продолжаем общаться. Там все странные, они наразговаривают на языке, которые у них не забыли. Сами придумали. Так что, чего там такого помолиться? Сестра. Ну, конечно. Нет, на этом языке есть оригинальная непереведенная проза и стихи. Это уже и научные произведения. Это уже этому языку вот 278 лет, 137 лет. 137 лет, 26 июля был праздник. Виктор Андреевич, вы это, голословно, проповедуйте нам на этом языке. Несколько слов. Несколько, хотя бы, предложений. Хорошо, я приготовлю. Хорошо. А у Никиты малыш как сейчас? А? Малыш, у Никиты. Слава Богу, растет, растет, да, ему уже три месяца. Слава Богу. Федор. да. Вот. Потом в Москве я попросил Николая Астахова, он мне привез книги, которые у меня отцу безборного не тащит. Я их из Москвы, отправил в Москве, да, из Москвы я отправил вот Антону, к истинному православию, он получил уже эти книги, и оставил своих родственников там, к истинному православию. И так все. Дай Бог будет читать. Да, ну, сестра, Узина моя, она, как бы, более других среди родственников, которые живут в этой стаде, я уже лезду к ним, там, говорил слово, они, кто принял, кто не принял, но больше всех это она Зима. Так что, помните, Семея, Агалинга. Как еще сестра Зима? Зима. Ну, и Антон, чтобы он, так сказать, он как-то, ну, как вот, вот они, прихожане, эти, прохожане, так, они почищаются, а, как ты, у нас, чаще почищаетесь? Да, чаще почищаетесь. Каждый день жил. Да, чтобы он был. Вот, ну, он так прислушивался, и, когда мы, я читал-то, ну, молитвы, так, вот, кто-нибудь у нас дома, он говорит, да, надо записать, что, вот, так, вы, своими словами молитесь, ему это понравилось. Таска не возражала, потому что, все лично, мы поток одеваем, и молимся, родимся, здесь, здесь, здесь. Татьяна Александровна, куда, Татьяна? Ну, я хотела сказать, что Рита, дочь, Лилия Алексеевна, просила помолиться, и мы, 31-го числа, Челеградина, с, получалось, годовщиной, Лилия Алексеевна, она прислала, булочек, поменит, милая церемония. И, что еще сказать, чтобы вы, все общины молились о том, чтобы мир, о мире в семье, у Сергея, вот в такую жару, у него очень часто бывают приступы, не контролируемые, и она боится, если врачей, он боится, врачей сказал, только ты вызовешь, я в окно, дай тебе нос, в общем, псих, психует и психует, дальше хуже. И, она тоже, попросила, помолиться, а не в семье. Он сейчас работает, массажистов где-то времени, не устраивается, но, средства им, квартира большая, платить очень много надо, когда была Нелли Алексеевна, у нее пенсия хорошая, они как-то еще жили, перебивались, а сейчас, это очень тяжело, им материально даже жить. Ну, булочки, но по словам, помените, Нелли Алексеевна. Так, ну, еще о Фауру, в семье Фауру. Значит, Михаил работает где-то рядом с Дарьялово, там какая-то тут база, он, ну, как-то, с Ристоу строилка работает, а Лена, она на хозяйстве, там у нее посадки, дом, квартира, вот она там сделает. Вот, как-то, просто немножечко, так сказать. Ну, правда, у него заканчивается в октябре, это сезон, да, и все. Вахта. Вахта, да, можно еще? Да. Хочу сказать, что вот сейчас крещение состоялось, 15 человек было, все люди интернета, конечно. И я посмотрел, ну, смотрю, в интернете, я посчитал, где-то 19 человек, которых я вообще не знал. очень много женщин, причем возраст 40 лет, чуть больше. То есть, надо, а? Надо молиться, чтобы и одна там женщина, Лилия, она уже думает о том, чтобы креститься, уже сейчас, то есть, на оглашение. Я думаю, что Лена, она с тобой сразу, может быть? Она пустилась? Это не стоит. Кайки, с тех тоже. А, этот Николай, с кем-то с ним? Она крестилась? А, значит, там других много. Я просто к тому, что думаю, отвратили ее, сказали, что на крещение. Ну, то есть, надо помолиться, чтобы люди, которые приходят к окрещению, чтобы хорошие были у них поручители, чтобы сами они были ревностными, ну, и так далее, чтобы к следующему году подошли готовыми к крещению. И чадо. Вот сейчас же, сейчас нету у нас занятий, ну, у меня, с детьми, из-за зубов моих, из-за зубов основных. Поставить мне, когда непонятно, очень тяжелое у меня положение, зубами, по-моему, где господин. Вообще, ну, как-то, я не слышал, что у кого-то было, ну, как-то люди зубами не говорят, и я не думал, что у меня так плохо все. Видать, то, что я поработал на севере, все, сказалось, аммиаки и так далее, все, пощупки были, оказались низкие щитки. Не просто там парадонтозы, не хватает и костной ткани, где-то там, и так далее, зубы сточились. В общем, повырывали сразу 9 зубов, они были лишними, оказались. 12 зубов лишили нервов. За все это пришлось отдать нормальную сумму, еще даже не приступал к тому, что мне вставили, еще смотрит и говорит, ну, не знаю как, еще точно, что там будет, не понимаю вообще. Меня одними сверлили, вставляли вот эти вот импланты, и вывалился 2 штуки, 4 вставляли, 2 вывалились, потому что там костная ткань не приняла. Ну, вот, вот это все, поэтому мне не импланты делают, а просто так хотят на мои зубы, но и у меня зубы-то держатся плохо, вот в чем дело. То есть не хватает костной ткани, говорит, придется наращивать, наверное, может быть, что-то такое. Вот так вот. И хотел сказать, про детишек хотел сказать. И я попросил родителей, чтобы они сами-то детей не оставляли, я говорю, что на меня-то такое, а время взвалили. Ну, я понимаю, там я веду занятия, но это как-то... И дети сейчас раз в неделю по полчаса занимаются Словом Божьим. Ну, их, правда, немного детей, но все-таки они есть. И поэтому надо нам это помнить, что детей не оставляют, и они сами читают Слово Божье и пересказывают. Вот так пока. Это великолепно просто. Дай Бог, чтобы это было до конца дней, чтобы они Слово были поделены. Ну, так все. Разрешаем это? Да. Достойно есть оковы истинно, блажите Тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое встанет, не остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих. Также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедовать смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твоей изреченную Святой Библии. Прости нас, Господи, за дыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Надо поставить, да? Ну, надо это, это вот сюда вкручить. Берите себе. Берите. Она горячая, вот возьмите, чтобы не обжечься. Достанете? Достанете? Достану. Да. Шпаликарь, не берем волочки? Да, пускай берутся. Да, уже остались, возьмите. Вот, у нас салфетку маленькую. Горячая. Они вкусные, сезюнчики. Дай еще тряпочку какую-нибудь. Сейчас дам. Вот, сложите несколько с вами. Салфетки не положила. Да, вот салфеточки, вот бумажные салфеточки. Хорошо. Салфетки, да, нет, уже салфетки пластиковые. Да. Забирай. Все, больше нет. До вечера. Угу. До вечера.